В посёлке Ломансьон на полуострове Некоя в Коста-Реке праздничный переполох. Торжество районного масштаба. У достопочтенной Донны Чила-Лючи-Агилар сегодня день рождения, юбилей. Такая круглая дата раз в сто лет бывает. Среди сотни гостей старшая сестра именинницы Хуана. Ей через две недели исполнится 103. В отличие от неё, хозяйка вечера не очень хорошо видит и слышит. Но сил на праздничный танец у столетней Донны Чилы ещё достаточны. Этот феномен ещё не нашёл своего объяснения. На планете существуют места силы и здорового долголетия. Локальные точки с рекордной концентрацией долгожителей. На каждые 100 тысяч населения в Коста-Рике в среднем насчитывается 14 долгожителей. На Никое эта цифра в два раза выше. 31 человек. Потрясающе. В чём секрет этих уникальных зон? Как победить старость? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, российские учёные объездят весь мир. Это только Господь Бог знает. Почему Он до сих пор меня держит здесь? Сами того не подозревая, старожилы этих территорий уже открыли тайну долгого и активного существования. Тут главное по пальцам не угодить. Можно их и не собрать потом. Цель этой экспедиции – изучить места проживания столетних людей. На примере их жизни мы попытаемся вычислить оптимальную формулу долголетия. Свод правил столетнего человека. Правила жизни столетнего человека. Республика Коста-Рика. Это небольшое, размером с Воронежскую область, государство уютно расположилось между континентами. Страна занимает часть перешейка, соединяющего две Америки – Северную и Южную. Меня зовут Константин Лимзаев. Я работаю в Институте Белозерского Московского госуниверситета. Занимаюсь биологией. Мне 33 года. Биолог Константин Лимзаев борется с возрастом, изучая механизмы старения. Объект его изысканий – элементарная единица всего живого на Земле – клетка. Цель ученого – замедлить процесс изнашивания организма на клеточном уровне. Вызывает сомнение неизбежность старения, потому что на самом деле существуют виды, у которых старения не наблюдается. Так называемые виды с пренебрежимым малым старением. Вот такой интересный пример, как альбатрос. Эти птицы живут более 40 лет, но при этом с возрастом, вместо того, чтобы терять свою функциональную активность, они, наоборот, становятся сильнее, выносливее и при этом умирают по неизвестным причинам совершенно. С показателем 79 лет Коста-Рика занимает первое место в Латинской Америке по продолжительности жизни. Ведущий вклад в это достижение вносит одна область страны – провинция Гуанакасте, расположенная на Никойском полуострове. Возрастные рекорды этого региона удивляют ученых всего мира. Я Гильберт Брэнесс, демограф-исследователь Центрально-американского центра демографии, участник проекта Крэллис. Мне 40 лет. В 2004 году в Центре демографии Университета Коста-Рики стартовал масштабный, сравнимый с частичной переписью населения проект. Его целевая аудитория – Коста-Риканцы старше 95 лет. Доктор наук Гильберт Брэнесс с первых дней участвует в проекте. Это архив нашего проекта Крэллис – исследование возраста и здорового старения. В этих папках вся собранная нами информация о пожилых людях. А в этой папке? То, что вас больше всего интересует. Никой? Да, Никой. Это карты? Да, демографические карты полуострова. Сегменты, выделенные красным – особые места, которые были отобраны посредством статистических техник. Красные зоны на карте – районы полевых экспедиций демографов. В поисках долгожителей они посетили каждый дом. Ученых интересовало буквально все. Количество старожилов, их возраст, заболевания, социальное положение, травмы, полученные столетними гражданами в автоавариях. Результаты опросов анализировались с помощью математических моделей. Получилась общая картина по стране. Что говорят цифры? У вас есть какие-то статистические выводы? Конечно. На каждые 100 тысяч населения в Коста-Рике в среднем насчитывается 14 долгожителей. На Никое эта цифра в два раза выше. 31 человек. Потрясающе. 31 долгожитель на 100 тысяч населения – результат действительно экстраординарный. В благополучных странах Европы эта цифра не превышает 27 человек. Почему эти люди стали жить гораздо дольше, чем в среднем, везде? В чем причина? Это климат, это, может быть, какие-то особенности их поведения, может быть, какие-то традиции местные привели к тому, что здесь такая концентрация долгожителей. Я думаю, нужно смотреть все в совокупности, потому что нет одного фактора, который бы повлиял значительно на продолжительные жизни. Мне кажется, здесь всего понемножку. И вот как ученым, мне интересно понять и сравнить с другими местами, где таких долгожителей нет. Вы не знаете, почему тут в Никое так много долгожителей? Мы пока еще находимся в процессе изучения. Пока у нас есть несколько гипотез, но мы не знаем точных ответов. Есть версия, что причина – умеренный климат, менее дождливый, чем в других частях Коста-Рики. Может быть, пожилые люди в Никое окружены большим количеством родственников. И последнее, возможно, жители Никое генетически отличаются от остальных жителей Коста-Рики. Есть еще одна особенность, которая выделяет пожилых людей провинции Гуанакасты. Даже в преклонном возрасте они сохраняют исключительную для своих лет силу и физическую активность. Никойский полуостров – аграрный регион. Как и во времена испанской колонизации, никойцы занимаются сельским хозяйством и разводят скот, в основном коров. Земля здесь стоит дешево. Деревенские дома с наделами разбросаны на большом расстоянии друг от друга. За 88 лет Калиста-Кастильо так и не научился водить автомобиль. В гости к маме он едет по старинке, на велосипеде. Старший брат Калисто Пабло в 2013-м отметил 91-й день рождения. Больше 80 из них Пабло занимается крестьянским трудом. Первый фронт работ на семейном поле ему выделили сразу после начальной школы. Больше на учебу Пабло не ходил. Привычка работать осталась у него на всю жизнь. Я хожу собирать рис. Затачиваю топоры, мотыги, лопаты. Я обучился всему. Я умею делать все. И продолжаю что-то делать. Но теперь работаю только по утрам, пока еще солнце не слишком печет. Все остальное время до заката старик проводит в тени деревьев, сидя в любимом гамаке рядом с прохладным оврагом. Мне никогда не бывает скучно. Нет смысла скучать. Глупо скучать. Лучше радоваться жизни. Когда я долго нахожусь там, то забираю своего ослика и еду развеяться туда, где живет одна из моих дочек. Я произвел на свет целую кучу детей. У меня было порядка 18 детей. Ирония судьбы. С собственного хозяйства Пабло не нажил. Крышу над головой он нашел в этом бунгало. Меня зовут Франциско Кастильо. Мне 107 лет. Франциско Кастильо Карильо окружающие уважительно зовут Донья Панчита. Донья Панчита – местная знаменитость. В Коста-Рике проживает 168 ее прямых потомков. Одних только прапраправнуков 8 человек. Сегодня у долгожительницы плановое посещение врачей из территориального дома социального страхования Коста-Рике. Одна из этих женщин приходится Панчите дальней родственницей. Ну что, как дела? Слава Богу! Слава Богу, меня все любят и помнят. Танцевать пойдем? Раньше-то я еще как танцевала. Всех на голову поставила бы. А сейчас годы уже не те. Ничего, станцуем еще. Только доктор тебя посмотрит. Да я уже свое оттанцевала. Мне уже за сто перевалила дочка. А я, между прочим, сама захожу, выхожу, по дому гуляю. И обувь сама надеваю. Доня Панчита – сильная женщина. Еще в 90 она пешком навещала родных, проходя за день до 15 километров. На здоровье бабушка стала жаловаться только на пороге векового юбилея. По поводу физического состояния пожилых людей вот этих, их скорее можно назвать, конечно, пожилыми людьми, потому что выглядят они достаточно хорошо. Для своего возраста, опять-таки, действительно, у них проблемы с суставами наблюдаются, есть проблемы с сосудами, но не у всех. Что общего среди них в физическом состоянии? У них хорошее сердце. Однако, периодически, конечно, гипертония их мучает, то есть повышенное давление у них бывает. 110 на 70, доктор. Что с давлением, дочка? Отличное. Спасибо. Дай бог тебе здоровья, дочка. Вот, видели? Отличное, говорят, давление. Это поразительно. Ты общаешься здесь с пациентами и понимаешь, что многим из них больше ста лет. Как и Доня Франциско, они просто божественны. Это особенные личности. Они очень сильны, и у них огромное желание жить, что очень важно. Старость в Коста-Рике – зона особого внимания государства. Медицинское обслуживание в этой стране бесплатно. Ежемесячные визиты врачей на дом – часть специальной программы помощи пожилым людям. Вершина этой программы – уникальное медицинское учреждение, которое находится в столице страны, в городе Сан-Косе. Я доктор Фернандо Моралес Мартинес, генеральный директор Национальной больницы гириатрии и геронтологии. Мне 65 лет. Главный врач Фернандо Мартинес – геронтолог с 40-летним стажем. Когда он начинал, средняя продолжительность жизни в Коста-Рике едва дотягивала до 60. Сейчас люди этого возраста – самые молодые пациенты Национальной больницы гириатрии. В ее приемном отделении действует возрастной ценз. Его нижняя граница – 60 лет. Верхний не существует. Например, две эти соседки по палате уже перешагнули девятый десяток. Привет, Виолетта. Как дела? У этой сеньоры несколько заболеваний. Фибрилляция предсердий, повышенное артериальное давление, а также у нее кардиопатия. Обычная проблема. Это самый пожилой Ваш пациент? Нет, нет. У нас есть люди постарше. Больше 100 лет. На данный момент у нас есть пациенты, которым 101 и 103 года. Они на процедурах, и мы бы не хотели их беспокоить. А кто был самый пожилой? Из тех, кого мы здесь лечили? Сеньора, сеньора, 111 лет. У нас работает команда междисциплинарных специалистов, которая создает комплексный подход к проблеме старения. Мы исследуем потерю памяти, болезнь Альцгеймера, сосудистые и смешанные заболевания. Заболевания, связанные с деятельностью мозга, ожидаемая примета старения. Нашему эксперту Константину Лимзаеву разрешили присутствовать на серии диагностических тестов. Марии Елене в 2013 году исполнилось 82 года. Ее родственники заметили у пожилой сеньоры небольшие провалы в памяти. Это испанская версия CDR для диагностики деменции. А сколько здесь заданий? Очень много. Деменция – это приобретенное слабоумие, следствие распада нейронных связей. У деменции, связанной с возрастом, есть еще одно ненаучное название – старческий маразм. Обнаружить его признаки можно с помощью специального опросника и заданий рисунков. Слушайте меня внимательно, потому что я могу объяснить вам только один раз. Вы нарисуете часы, большие, круглые, проставите на них все цифры. Стрелки должны показывать 11-10. Участники экспедиции «Правила жизни столетнего человека» уже сталкивались с подобным тестом. Другой эксперт нашего проекта, биохимик Борис Фенюк, проводил его на острове долгожителей «Итальянской Сардинии». Мы проведем небольшой тест. Я попрошу вас нарисовать часы и поставить время без 15-ти час. Столетний Джованни Брилла из города Анифери демонстрировал удивительную для его возраста автономность и адекватность в общении. Простая, на первый взгляд, просьба ученого поставила долгожителя в тупик. Просто циферблат? Синьора Мария Елена из Коста-Рики моложе итальянского долгожителя на 18 лет. Существенная разница в возрасте на результат не повлияла. Дальше окружности циферблата дело не пошло. Задание оценивает внимание, концентрацию, так называемую рабочую память, визуально-пространственные функции и конструктивную деятельность пациента. Оценка уставляется от 0 до 10. В данном случае синьора набрала 5 баллов. У нее может быть деменция. Необходимо сделать лабораторные анализы и исследование мозга. 5 баллов – это не приговор. Не исключено, что у милой пожилой синьоры мягкое нарушение когнитивных функций. Причины могут быть разные – гипертония, диабет, повышенный холестерин, проблемы с сосудами головного мозга. Провалы в памяти ненормальны, когда люди стареют. Они всегда являются следствием какой-нибудь предпосылки. Да, старение неизбежно. Его невозможно остановить, но возможно изменить, нагружать своим чтением, изучением новых языков и, конечно, больше физической активности. Например, в районе Гуанакаст и в Никое люди, несмотря на существование общественного транспорта, автобусов, машин, мотоциклов, приверженцы традиционного передвижения. Пойти пешком, на работу, в школу, поехать на лошади, двигаться, все время ходить. Самое время отправиться на полуостров активности и здоровья. От столицы государства Сан-Хосе до провинции Гуанакасты пять часов езды по узким дорогам. Наша цель находится в середине Никойского полуострова. Одноименный город Никое самый старый в Коста-Рике. Он был основан в 1523 году. В этом городе биологу из Москвы назначил встречу человек, ставший проводником Константина на этом загадочном полуострове. Меня зовут Хорхе Виндес Лопес. Мне 50 лет. Я занимаюсь исследованием феномена долголетия на полуострове Никой. Хорхе Лопес – энтузиаст своего дела. С 1998 года он по своей воле встречается и поддерживает долгожителей провинции Гуанакасты. Это даже не работа. Это что-то, чем я наслаждаюсь. Я многому учусь у этих людей. Провожу с ними многочасовые интервью. В провинции проживают 62 долгожителя. Мне осталось посетить 10 человек, с которыми я еще не знаком, и которые недавно отпраздновали свои дни рождения. Константин, вот полуостров Никой. Недалеко отсюда живут трое долгожителей. Здесь пятеро. А вот тут целых 10 человек. Кому поедем мы? Ближе всех Панчита, ей 107 лет. Здесь Хосе, ему 104. А вот тут Дон Чале, 105 лет. Выбирай, кому первому. Сам факт наличия долгожителей – это неудивительно. Любая популяция, даже если она генетически, однородна, живет в одних и тех же условиях, в любом случае в ней будут люди, которые живут дольше остальных. Тут удивляет факт высокая концентрация этих долгожителей. Она просто действительно необычна. Вот мы остановились и в радиусе 20 километров вокруг нас мы общались с тремя долгожителями. При этом это далеко не предел. На самом деле здесь гораздо больше. КОНСТАНТИН 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 Здесь живет Дон Чале. Ему 105 лет. Пойдемте, я вас познакомлю. Добрый день, Дон Чале. Добрый день. Сеньор, это мой друг Константин. Он приехал из России, чтобы познакомиться с вами. Добрый день. Как вы себя чувствуете? Спасибо, все как обычно, хорошо. Сколько вам уже лет, Дон Чале? Уже будет 106. Много. Сколько бы вам еще хотелось прожить, Дон Чале? Ну, сколько Бог отведет. Мало или много? Лучше много. Еще столько же. Косе Гутьерес, Дон Чале, встречает гостей на крыльце фамильной усадьбы в районе Ла-Элидия. Его отец построил завод по переработке сахарного тростника. Владел сотнями голов скота. Сыну в бизнесе тоже сопутствовала удача. Детям и внукам он передал солидное состояние. Сегодня они – настоящая опора долгожителя. Дедушка, жарко сегодня. Попей. Ты посиди, я сейчас приду. Поговорим. В 2007-м Дон Чале полностью ослеп. Я счастлив, доволен жизнью. Вокруг меня семья. Хочу дожить, по крайней мере, до 110-ти. Хотя смерть меня не страшит. Будешь ее бояться или нет, смерть все равно придет. Так что бояться ее бессмысленно. Профессия бизнесмена требует больших интеллектуальных затрат. Родственники до сих пор считают главу семьи умным и проницательным человеком. Они никогда не наблюдали у него беспричинной забывчивости. Старик хорошо помнит события 95-летней давности. Например, имена одноклассников. Феликс Алварес, Педро Роя, Олина Дуран. Это ребята. А девочки Филиппа Авьеда, Касьяна Алварес, Эрнестина Агилар и Луиса Гутьеррес. Они были моими друзьями. Лучшего кандидата для исследований трудно найти. 105-летний мужчина смело согласился на необычное предложение. Пройти экспресс-проверку памяти. Дон Чали, вы знаете, какое сегодня число? Какой сегодня день? Среда. Сегодня десятый, кажется. А вы знаете, где мы находимся? Ла Элидиа. Даже умеренные формы деменции характеризуются потерей во времени и пространстве. Поэтому первые вопросы теста на эту тему. Это человек слепой, поэтому вопрос с датой, он как бы был не совсем корректен, потому что, ну, если он услышал с утра, какое сегодня число, то наверняка бы он ответил. А если нет, то это какие-то внутренние часы, он должен примерно был представить. В его случае, то есть это было сложно. Но он назвал день недели. Ошибся с датой, ну, буквально на один день. То есть в целом он его прошел, я думаю. Повторите три слова после того, как я их скажу. Слова такие. Дерево, солнце и карандаш. Дерево, солнце, карандаш. Следующие несколько вопросов отвлекающие. Вот последний из них. У вас есть проблемы с памятью? Ну, на данный момент таких проблем у меня нет. Но думаю, что, возможно, я ее потеряю. Позже. Последний вопрос. Вы помните три слова, которые я вам сказал недавно? Карандаш. А два других забыл. Я немножко отвлекся. Вопросов было довольно большое количество. И в целом, с первого раза он действительно смог воспроизвести все слова. Это было несложно. Но потом, я не ожидал, но он действительно смог воспроизвести одно слово. При дальнейшем общении выясняется. Дон Чалини – первый долгожитель в семье Гутьеррес. Его мать умерла в 1978 году в возрасте 104 лет. На полуострове Никоя на протяжении долгого времени будто бы была традиция долголетия, которая не исследовалась, но существовала. Начав исследовать, задавая вопросы, проводя двух-трехчасовые интервью с долгожителем и их семьями, я обнаружил одного сеньора, чья мать умерла в 110 лет, отец – в 104. Сейчас на Никоя есть братья, которым больше ста лет. Существование династии долгожителей – открытый вопрос в мире геронтологии. Одна из задач нашего научного путешествия – выяснить историю долголетия каждой из уникальных зон. Самый доступный способ сделать это – посетить местное кладбище. В Италии, на острове Сардиния, эксперта проекта ждало разочарование. После тщательных поисков была найдена только одна женщина, дожившая до 100 лет. Вон там Джованна Блау. Она родилась в 1886 году и умерла в 1986 году. Всего через пару месяцев после того, как отпраздновала день рождения. Константин, это кладбище Санте-Круз. Здесь нашли покои много долгожителей. Аналогичное расследование на полуострове Никоя привело к противоположному результату. Жить долго в этом регионе – действительно давняя традиция. Это Педро Динарте Каранадо. Родился 10 июня 1857-го. Умер в августе 1957-го. Долгожитель из позапрошлого века. А сколько здесь всего долгожителей? Около 20. 20. Да, 20. А сколько всего захоронений? На всем кладбище похоронено примерно 15 тысяч человек со всего района Санта-Круз. Это три поселения. За 10 минут беглого осмотра на кладбище Санта-Круз были обнаружены могилы трех долгожителей. Двое из них умерли в середине 20-го века, когда число столетних людей на планете исчислялось единицами. Глубинка полуострова Никоя – царство традиционной костариканской культуры. На этой территории достижения цивилизации уживаются с вековым укладом никойских крестьян. Здесь по-прежнему готовят пищу на открытом огне. Основу национальных блюд – маис, кукурузу, перемалывают вручную с помощью нехитрых приспособлений. В семье Писарро этот маис растет на собственном поле. Ежедневные заботы об урожае задают ритм жизни. Жаркий климат – строгий распорядок дня. Старейший из Писарро Дон Хосе придерживается этого режима больше сотни лет. Меня зовут Хосе Ибарро Писарро. Я родился в 1909 году. Мне больше ста лет. 104-летний Хосе Писарро встает с первыми лучами солнца в 5.30. В 6 утра он завтракает. Неизменное меню состоит из трех основных блюд. Маисовые лепешки, тортильи, блюдо под названием гайо пинто, жареной смеси риса и фасоли, а завершает утреннюю трапезу тамаль – голубцы из бананового листа. Внутри кусочки свинины в маисовой муке. Сытный завтрак долгожитель запивает большой кружкой кофе. На обед его ждет стол, приготовленный из этих же ингредиентов. Это очень интересное место. Здесь готовят никойскую еду, такой, какой она была раньше. Лучшего места, чтобы понять национальную кухню, не найти. Это называется Кафрадия. Эта традиция существует еще с колониальных времен, когда испанцы перемешались с местными, и появилось такое место, где люди собирались вместе, чтобы пообедать. Это обычная еда или у вас сейчас какой-то праздник? Обыкновенная наша еда. Такую пищу ели долгожители в молодости и детстве, а некоторые едят до сих пор. Суть кафрадии – готовить всем вместе и часть раздать бедным. Попробуешь? Да. Попробуй. Это чичеме. Она сделана из красного маиса, который называется пухагуа. Как тебе? Интересный вкус. Немного сладковато. Это мясо с рисом. А что за мясо? Свинины. Свинины. Неплохо. Как тебе мясо? Ничего. А это тортилья. Лепешка. Здесь очень много кукурузы и бобовых. Придерживаются ли эти люди диеты? Они едят местную пищу. То есть ту пищу, к которой привыкли с детства. Мне это непривычно, безусловно. Она постная, без соли фактически, мало специй, но при этом довольно сытная. Здесь привыкли мало есть. Они едят немного, но фруктов в рационе у них хватает. По статистике, долгожители провинции Гуанакасте практически не болеют раком желудка. Местные геронтологи считают простую никойскую кухню залогом здоровья и долголетия. Эта диета очень скромная, но достаточная, потому что содержит все необходимые углеводы, жиры и белки. Этим людям нужно много энергии. Они из сельской местности, и обстоятельства унуждают их быть активными, потому что они собирают урожай. Старинное фамильное гнездо – гордость семьи Писарро. 80 лет назад Дон Хосе сам построил этот дом из ценных пород кедрового дерева. Рабочий день в этих краях начинается рано, в 6.30, и продолжается до 11 часов утра. Хосе Писарро перестал трудиться в поле на девятом десятке. Теперь это место его прогулок и воспоминаний. Когда мне было 20 лет, тут рос только сахарный тростник. А теперь апельсиновые деревья вымахали. А там вон речка. Я раньше часто туда ходил. Как и в молодости, долгожитель ложится спать с закатом. Примерно в 6 часов вечера. За день он съедает около 10 апельсинов. Дон Хосе практически не болеет. Без очков читает газеты. В свои 104 года он по-прежнему крепко держит в руках мачете. Тут главное по пальцам не угодить. Можно их и не собрать потом. Тупой мачете. Хорошее чувство юмора – отличительная черта долгожителей Никои. Несмотря на преклонный возраст, все они любят острить. Часто смеются. Например, дедушка Хосе посетовал, что наш эксперт не привез с собой из России девушек. Мне нравится слушать, потому что я не умею рассказывать анекдоты. Хотя и сам иногда могу сострить, если вытерпят. А то могут и ударить. Чувство юмора старожилов – признак живости ума. Это повод для еще одного эксперимента. Дон Хосе, не могли бы вы повторить эту картинку здесь? Скопировать рисунок из двух пересекающихся пятиугольников – задача из теста на когнитивные способности. Выводы делаются в зависимости от количества углов, нарисованных испытуемым. Были сомнения, что он сможет пройти этот тест, суть которого заключается в перерисовке достаточно сложных геометрических фигур. Но Дон Хосе реально удивил, потому что, во-первых, действительно давалось ему это все непросто, но он не бросил это на середине, что это очень важно. Он упорно шел до конца. Это хорошо. На прощание Дон Хосе удивил еще раз. 104-летний старик всегда носит с собой бумажник с деньгами и удостоверением личности. Современный паспорт гражданина Коста-Рики – это пластиковая карточка. На ней штрих-код с данными. Во время обмена старых бумажных паспортов на новые вся информация о владельцах проходила многоступенчатую проверку. Ее проводили сотрудники Центрального архива страны. Национальный гражданский архив Республики Коста-Рика – это массивное шестиэтажное здание из бетона. Три этажа подземные. Биолога Константина Лемзаева пустили в Святая Святых Архива – минус второй этаж. Здесь хранятся собранные со всей республики церковно-приходские книги, возраст которых старше ста лет. Вот, пожалуйста. Хосе Мария Гевара Писарро. Родился 13 сентября 1909-го. Запись о рождении была внесена 8 ноября 1909-го. Сколько лет этой книги? Начали ее 15 июля 1909-го, а закончена она была 25 июня 1910-го. Впечатляет. Тут книги, начиная с 1888-го года. Все случившиеся рождения, все браки и все кончины. Все есть здесь. На этих полках 15 тысяч томов. Католическая церковь ведет строгую документацию. Отсутствие такой печати рядом с записью о новорожденном означает, что человек еще жив. Мы попросили архивариуса Родриго Варгаса найти долгожителя, у которого скоро день рождения. Вот. Лучия Усильда Агилар Диес. Она родилась 13 декабря 1913-го. Ровно сто лет назад. Спасибо. Рад помочь. В день своего столетия Лучия Агилар Дона Чилла молодеет на глазах. С перерывом на поздравления многочисленных родственников ей делают макияж и укладку. В подготовке праздника участвует половина Ла Мансьона. Лучия Агилар старейшая жительница этого поселка городского типа. Когда она родилась, на его месте была деревня. Не думала, что столько проживу. Но поверьте, в свои сто лет я чувствую себя неплохо. Слава Богу. Коста-Рика – страна верующая. 50% ее граждан – практикующие католики. На праздничной месси собрались от мала до велика. В просторном костеле яблоку негде упасть. В первом ряду именинница. Рядом двоюродная сестра. 102-летняя Хуана специально приехала на торжество из другого города Никой. Сегодня все внимание Лучии. Давайте поздравим от всей души Лучию Агилар, который сегодня исполняется 100 лет. В десяти минутах ходьбы от церкви следующий пункт программы – местный дом культуры. Ангар, вмещающий 200 человек. В нем все готово для торжественного банкета. Шарики с фотографией Доны Чилы. Угощения. Неграма алкоголя. Общественные мероприятия на полуострове безалкогольные. Никойцам для веселья хватает повода. Хорошей компании и маримбы – родственник аксилофона. Необычные люди. Такого я никогда не встречал раньше. Просто волна оптимизма от некоторых из них исходит. Я думаю, что здесь такой образ жизни, что просто не почему печалиться. Кругом много людей, которые тебе рады. Жизнь в хорошем климате. Здесь хорошо жить, удобно. Темнеет. Юбилей в разгаре. Еще один житель провинции Гуанакасте стал долгожителем. Кульминация праздника – пиньята с цифрами 100. Конфеты внутри шара из папье-маши на этом вечере символизируют долголетие. Битва за сладости разворачивается нешуточно. Чтобы жить долго, приходится прилагать усилия. Научное путешествие на полуостров Никоя завершается. Эксперт проекта, биолог Константин Лемзаев, пишет на песке свои правила жизни столетнего человека. Безусловно, важный фактор – это двигательная активность. Здесь даже очень старые люди стараются двигаться по любому поводу. Кроме того, безусловно, то, что яркие впечатления, которые у меня после общения с долгожителями – это оптимизм, который у них просто зашкаливает, у некоторых особенно. И последний фактор – это, скорее всего, доступная медицина. Обязательно необходимо следить за своим здоровьем и делать это периодически. Следующего эксперта программы ждет очередная зона долголетия. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА